В эфире мобильный репортер. Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что по вашему мнению достойно внимания, прямо сейчас на телеканале Татарстан 24. С вами Артем Захаров. Здравствуйте. В минувшую среду снегопад в Казани спровоцировал огромное количество аварий. За несколько часов с утра, по данным ГИБДД, было зафиксировано свыше сотни ДТП. Только на южной трассе, на участке в несколько сотен метров, столкнулось больше 10 машин. Благо, обошлось без жертв. Причина столь высокого числа аварий, очевидно, гололед. Вероятно, многие автомобилисты уже успели переобуть свои машины в летнюю резину. Чего пока делать не стоит. Рекомендуется менять покрышки на лето, когда температура воздуха несколько дней подряд не падает ниже 7 градусов тепла. Так что не торопитесь. Следующий сюжет снова о ДТП. Но речь не о резине и не о гололеде. Речь о водителе, который, протаранив несколько автомобилей, скрылся с места ДТП. Однако, к несчастью для него, инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из участников движения. Водитель Киарио на большой скорости входит в поворот, из-за чего его выбрасывает навстречу. В попытке не столкнуться лоб в лоб, он дергает руль вправо и таранит несколько припаркованных машин. Постояв пару секунд, водитель, видимо, испугался и уехал с места аварии. Однако он не знал, что все происходящее записал регистратор. Теперь водитель корейского автомобиля мало того, что будет восстанавливать разбитые машины, так еще и лишится прав за то, что покинул место ДТП. Выяснение отношений с помощью кулаков в общественных местах Татарстана, в принципе, вещь нередкая. Буквально на днях, не поделив дорогу, в Казани прямо на проезжей части драку устроили два водителя. После чего благополучно разъехались, так и не выявив победителя. Однако героями следующего боевого сюжета стали две женщины. Они подрались прямо в трамвае. Что не поделили пассажирки не ясно. Однако бились они всерьез и в желании показать свое физическое превосходство не уступали мужчинам. Отмечу, что никто из пассажиров не стал разнимать женщин. То ли боялись попасть под горячую руку, то ли решили насладиться шоу. Все-таки ехать домой после работы бывает довольно скучно. Ты что скажешь? Ты что скажешь? Ты что скажешь? Слушай! Я что? Ты что? События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». С вами был Артем Захаров. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова